Сочинских эвакуаторщиков проверит спецкомиссия. С 11 июля полномочия по эвакуации машин переходят к муниципалитету. Сегодня в России отмечают День соцработника. Представители этой важной профессии поздравили и в Сочи. Дорогу молодым кинотавр в этом году штурмуют режиссеры до 30 лет. Для зрителей же самым ярким событием стала звездная дорожка. Фестиваль Аэросочи стартовал сегодня в Адлере. Соревнования по спортивной аэробике собрали спортсменов из 15 регионов России. Использовать военный аэродром в Ейске совместно с гражданскими авиакомпаниями. С таким предложением Вениамин Кондратьев обратился в Минобороны страны. Этот вопрос глава Кубани и заместитель министерства Тимур Иванов обсудили в ходе рабочей встречи. По мнению губернатора Краснодарского края, совместное использование ейской авиабазы стало бы серьезным шагом к развитию курортов Азовского побережья. Мы сегодня активно развиваем ейское направление с точки зрения курортной инфраструктуры, туристической инфраструктуры. И, конечно, нет смысла говорить об больших инвестициях, в том числе и развитии Азовского побережья, если там не будет транспортной составляющей в виде авиации. Здесь возможность только одна. Больших денег, конечно, никто не даст на создание или на строительство нового аэропорта. А сегодняшний существующий военный Ейский аэропорт, если при вашей поддержке и решении мы сможем его сделать совместного базирования, военный и гражданский, конечно, мы достигаем цели. Нам нужно провести совместные консультации с генеральным штабом. Дело в том, что нам, минимум, придется доводить сам аэродом до норм гражданской авиации. Это потребует возможно дополнительных затрат. Поэтому здесь требуется ряд консультаций именно с нашими воздушно-космическими силами, с начальником генерального штаба, для того, чтобы утвердить либо понять, какие необходимые решения или объем инвестиций для доведения гражданской авиации. Содействие Министерства обороны страны необходимо в решении других вопросов. Например, после расформирования некоторых военных частей в регионе, объекты были переданы в собственность края. Однако полноценно благоустраивать эти территории или решать там проблемы с ЖКХ местные власти пока не имеют права, так как земельные участки остались в видении Минобороны. К каждым вопросам ставят жизнь людей, комфорт проживания, в том числе и в военных городках, которые ранее находились в Министерстве обороны. Сегодня они переданы в муниципальную собственность. И самый один из важных вопросов – это земля под этими военными городками. Некоторые ситуации не абсурдны сами по себе. Как пример, котельная находится в муниципальной собственности, а инженерные сети до сих пор остаются федеральные. И тогда мы не понимаем, по большому счету, что мы можем, что мы не можем. Действительно, одной из важных задач стоит урегулировать и привести в соответствие всю нормативную документацию. Если мы передали военных городок, то, конечно, мы необходимо передать земельные участки. Я думаю, что здесь необходимо сформировать рабочую группу по каждому из направлений, по инженерной инфраструктуре, по уже выслужденным и ранее переданным военным городкам, для того, чтобы урегулировать все правоустановочные документы по ним. Отдельно на совещании также обсудили вопросы, передающие ряда объектов оборонного ведомства в собственность Краснодарского края. Рината Шипулина, телекомпания «ФКТ». Его жизнь – балет. Знаменитый хореограф Юрий Григорович стал лауреатом государственной премии. Он удостоен ее за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства. Указ сегодня подписал Владимир Путин. С наградой балетмейстера поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере. С 1996-го Григорович ставит свои версии знаменитых спектаклей в Краснодарском театре балета. Горжусь и от всей души поздравляю маэстро. Юрий Григорович более 30 лет был главным балетмейстером Большого театра. После ухода с главной сцены страны знаменитый хореограф создал Краснодарский театр балета. Сегодня в России отмечают День соцработника. Представители этой важной профессии поздравляли сегодня и в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов пригласил их на торжественный прием. В зале представители управления социальной политики, семьи и детства, пенсионного фонда страны, сотрудники реабилитационных центров. Все те, чья профессия – помогать людям. Соцработники занимаются оказанием помощи различным слоям населения. Они приходят на помощь в быту, оказывают моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения – пенсионерам, детям-сиротам, беженцам. Этой работой может заниматься исключительно тот только человек, у которого есть на это первое желание. Только тот человек, у которого сердце настроено на эту работу, у которого душа настроена на эту работу, на работу сочувствия, на работу оказания помощи немощному человеку, человеку, который нуждается в этой помощи. Люди, которые выбрали для себя эту профессию, это, безусловно, люди с большой душой. Недаром грудь каждого из приглашенных украшала вот такое сердце, как символ милосердия. В зале большинство, конечно, женщины, но этот путь для себя выбирают и представители сильной половины. То есть работа, в принципе, главное – помочь людям, вывести из трудной жизненной ситуации, которая бывает. Может быть, может быть, может попасть каждый. Работать с разными людьми. И очень приятно, когда приходится помогать людям. Когда припоможешь людям, получаешься, это очень приятно на душе становится. Сегодня в Сочи только муниципальную поддержку получают 17 категорий граждан. Каждый месяц они получают надбавку из городского бюджета. Это инвалиды, участники Великой Отечественной, вдовы ветеранов войны, жители блокадного Ленинграда, кузники фашистских концлагерей, а также многодетные семьи и дети-сироты. Деятельность городского собрания Сочи станет более прозрачной. Речь об этом шла на встрече председателя городского парламента с руководителями сочинских СМИ. Один из главных моментов. Теперь в период подготовки к сессии руководители профильных комитетов будут рассказывать о работе, которая предшествует внесению конкретного вопроса в повестку. То есть объяснять, что именно готовятся рассмотреть депутаты и какие за и против существуют. Руководители городских средств массовой информации идею поддержали, согласившись, что дополнительная информация поможет всем сочинцам лучше ориентироваться в решениях, которые принимают депутаты уже на сессиях. В свою очередь предложили плотнее взаимодействовать с территориальными группами, которые есть в каждом районе. В 2016 году количество обращений граждан к депутатам увеличилось почти вдвое, а значит люди должны вовремя получать конкретные ответы, в том числе в телеэфире и на страницах газет. Сочинские выпускники в пятницу проверят свои знания великого и могучего. В России пройдет ЕГЭ по русскому языку. Длительность экзамена 3,5 часа. В Сочи будут работать 12 пунктов проведения ЕГЭ. В этом году на всех экзаменах контрольные материалы печатают непосредственно в аудитории перед их началом. За процедурой проведения экзамена будут следить общественные наблюдатели, в состав которых в этом году включены представители родительской общественности, общественных организаций, студенты вузов. В этом году минимальное количество баллов, которое необходимо набрать для получения аттестатов, 24. Для поступления в вузы 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 27 июня. И к другим новостям. С 11 июля контролировать работу службы эвакуации в Сочи будет мэрия. Дело в том, что в связи с изменениями в законодательстве, полномочия по организации эвакуации переходят от края к муниципалитету. Люди те же, но вот требования к организации процесса станут строже. Об этом шла речь на совещании под председательством первого вице-мэра Мугдина Чермита. В кабинет к заместителю главы курорта были приглашены представители ГИБДД города и края, руководители служб эвакуации, начальники профильных управлений мэрии. Есть претензии и к работе друг друга, но главное требование – обеспечить безопасность дорожного движения и выполнение закона. Город со своей стороны готов помочь с оборудованием мест работы полицейских на спецстоянках, снабдить их оргтехникой для более быстрого оформления протоколов. Эвакуаторщики в свою очередь должны продумать единую форму одежды, проверить техническое состояние машин, отчетность и не становиться объектами жалоб, якобы они самовольно устанавливают дорожные знаки. Все городские службы эвакуации посетит межведомственная комиссия. Мы проверим все эвакуаторы, чтобы потом никаких нареканий в разговорах о предвзятом отношении будут нарушения касаемо рулевого управления тормозной системой, грубой, скажем так, в общих основаниях будем также их ставить на штрафную стоянку. И сами же эвакуаторы. У нас сегодня 5 эвакуационных служб, 11 мест, куда свозятся эвакуируемые автомобили. Поэтому мы должны здесь навести порядок. Мы должны прийти к тому, чтобы не было нареканий ни к сотрудникам ГАИ, ни к работе эвакуации, потому что часто и густо возникает у людей мнение, что незаконно эвакуируют автомобили. Возможно, это имеет место быть, скорее всего. Поэтому, дабы избежать всего этого, сегодня и состоялся этот подробный и предметный разговор. Также комиссия, в состав которой войдут и представители мэрии, проверит работу штрафстоянок и соответствие установленных на дорогах знаков нормативным документам. К слову, за прошлый год на улицах было демонтировано 46 незаконных знаков о запрете парковки. В Сочи предотвратили распространение крупной партии наркотиков. Наркодилер был задержан транспортной полицией. Это случилось несколько месяцев назад. 22-летнего молодого человека из Якутска транспортные полицейские задержали на железнодорожном вокзале «Адлер». При нем, согласно заключению экспертов, были обнаружены 400 граммов кокаина, почти 900 граммов гашиша и 1600 таблеток амфетамина. В отношении молодого человека, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый осужденный отправлен для отбывания наказания в колонию строгого режима. За попытку сбыта наркотиков общим весом около 2 килограммов, мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы. Сегодня на Кинотавре начался конкурсный показ «Кинолен». Свою работу, фильм под названием «Блокбастер», представил на суд жюри режиссер Роман Валабуев. А накануне в Зимнем театре состоялась торжественная церемония открытия 28-го кинофестиваля. Слово Елене Авсециной. Традиционно Кинотавр начался с прохода артистов по красной дорожке. Престижный кинофорум собрал и в этот раз звездный состав отечественного кинематографа. Сегодня днем дождь не на шутку напугала артистов, а как же вечерний макияж и нарядные платья. Но открытие российского кинофестиваля Кинотавра редко сопровождается непогодой, чаще громкими аплодисментами и теплым приемом сочинской публики. А рукоплескать было кому? Председателю жюри Кинотавра Евгению Мироновой, актрисам Юлии Пересельд, Марине Александровой, Светлане Хоченковой, Виктории Толстогановой, тут же режиссеры Павел Чухрай, Креншев Назаров, Владимир Хатиненко. Здесь можно было неожиданно увидеть именинницу Глюкозу с Александром Ревой в красном женском платье своего персонажа из нового фильма «Мариуса Вайсберга». Одни на Кинотавре участники, другие просто гости, как, например, Екатерина Волкова и Егор Дронов из сериала «Воронины». Если честно, я первый раз. У меня никогда не складывалось, чтобы приехать. Обязательно были какие-то препятствия. Или съемки, или завалил ребенок, или мы уезжали отдыхать, или был спектакль. И всегда какой-то выбор. А сейчас просто так звезды, видимо, сложились. Мы здесь снимаем. Сегодня погода не самая солнечная. Нам дали выходной. И вот мы тут все оказались. Всю неделю в зимнем театре будут показывать конкурсные киноленты, большинство из которых сняты режиссерами в возрасте до 30 лет. В их числе и фильм-урок Ивана Шахназарова. Провинциальные музыканты отправляются покорять музыкальный олимп Москвы. Чем дальше они удаляются от дома, тем опаснее их приключения. Это Москва, это радио-урок. Это реально наш шанс. Взял птики, не смог дал жмот. Слушай, я же не знал, что такая жопа начнет. Мне показалось, что человек, который это делает, Ваня Шахназаров, очень знает, чего он хочет. И очень этого хочет. И поэтому он был абсолютно убедителен, когда мы с ним встретились для того, чтобы обсудить возможность моего там участия. Я с радостью согласился и не пожалел. Все равно я, конечно, субъективно смотрю, он мой сын, и я, понятно, но мне очень не нравился сценарий, скажу откровенно. Я ему говорил про это. Я, честно говоря, не верил, что из этого сценария может получиться картина, но я ошибся. Она, на мой взгляд, получилась. Представлены на конкурсы работы серьезных мастеров. Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». За главный приз он поборется и на Кинотаврии, и на Международном кинофестивале в Карловых Варах. В программе смотра конкурса и специальные показы. Анна Каренина «История Вронского». Исполнительница главной роли Елизавета Боярская в этот вечер была задана, пожалуй, больше всего вопросов. Я, допустим, жду очень фильм Кирилла Плетнева «Жги». Завтра я успею все-таки сходить на фильм «Блокбастер». Я очень жду новый фильм «Анна Меликян». Сегодня мне также удастся посмотреть фильм «Чухрая». Мне интересна и по-своему каждая картина интересна. Кинотавр никогда не менял свои прописки. Зародившись в 1989 году, вот уже 28 лет он ежегодно проводится на сочинской площадке. Любой кинотавр – это праздник кино. И очень много и сочинцев, и гостей города приезжает на этот праздник. И это еще один раз говорит о том, что в городе Сочи очень много событийных мероприятий. Но если мы говорим, что уже более 200, и эти 200 появились совсем недавно, уже после Олимпийских игр, то кинотавр – наш старый-старый друг. Кинотавр не меняет и свои программы. 28 короткометражек представили начинающие режиссеры. Своему зрителю им есть что сказать. Лучшие попали на конкурс «Кинотавр. Короткий метр». Мы, конечно, снимали все под Новый год. 4-5 числа у нас были две смены с Гошей Куценко. Это было просто неимоверно интересно. И практически сразу, как только мы отправили нашу заявку, нас взяли, и вот мы здесь. Итоги «Короткого метра» подведут уже 10 июня, а основного конкурса – 14-го. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Волшебство акварели предлагает постичь Сочинский художественный музей. Сегодня здесь открылась выставка, которая объединила произведения народного художника России Сергея Андреяки, учебные работы студентов Академии, в которой он преподает, и картины участников творческих смен по направлению живопись образовательного центра «Сириус». Там Сергей Андреяка также выступает педагогом. Рената Шипулина с подробностями. Экспозиция предлагает зрителю увлекательный рассказ о творческой и учебной жизни Академии и образовательного центра «Сириус». Демонстрирует достижения студентов и учащихся. Знакомит с техникой классической акварельной живописи. Всего около 250 художественных произведений. Открыл выставку глава города Анатолий Пахомов. Те, кто уже сегодня являются звездами, те, кто сегодня являются талантами и богатством России, сегодня работают нашим образовательным занятиям в центре «Сириус» и отдают свой талант, свой опыт нашему подрастающему поколению. Я очень благодарен за сегодняшнюю выставку в городе Сочи. Хочу сказать, добро пожаловать. Сергей Андреяка известен как мастер классической многослойной акварели. Неповторимая манера художника – это преемственность классических традиций акварельной живописи и академического рисунка XIX века. Среди картин мастера представлены такие масштабные полотна, как сирень, натюрморт с фарфором, водопад в Норвегии. Десять лет назад Сочи принимал персональную выставку мастера. Сегодня мы показываем учебное заведение дополнительно, образование, как оно выстраивается, и ту, наверное, важную работу, которую мы проводим в «Сириусе» именно по обучению детей из регионов России. Учебные работы студентов академии – это задания, выполненные в мастерских или во время пленерной практики. Украшения экспозиции – предметы декоративно-прикладного искусства, мозаика, миниатюра, роспись по керамике и фарфору, скульптура и иконопись. С его творчеством немножко знакомы, в общем, очень хорошая живопись. Насыщенные краски, такая жизнерадостная палитра. А вот с учениками сейчас первый раз познакомлюсь. Впечатление приятное. Очень большой мастер, очень крепкий, таких, ну из того, кого, я не знаю таких, чтобы настолько крепкая животость, настолько правильная, ну восторг просто. Работы, выполненные в лучших традициях русской классической культуры, будут представлены в залах художественного музея до 6 августа. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Мировая теннисная элита борется за победу в финальной части командного чемпионата Федерации настольного тенниса России в мужской и женской премьер-лигах. Соревнования такого уровня впервые принимает ледовый дворец спорта «Айсберг». Командный чемпионат России проходит в течение года в разных городах России. В Сочи – плей-офф, то есть финишная прямая, на которую вступили сильнейшие команды, в том числе теннисисты из первой десятки мира. На арене «Айсберга» можно увидеть серебряного призера чемпионата мира 2015 Фан Бо из Китая, бронзового медалиста Олимпиады в Рио Юна Мидзутани, Япония, а также бронзового призера чемпионата Европы 2015 года россиянина Александра Шибаева. В соревнованиях женских команд ожидается сверхострая борьба. На золото чемпионата претендуют несколько клубов. Повторить прошлогодний успех планируют теннисистки таганрогской команды, но обои фаворитам готовы дать новички премьер-лиги – московская ЦСКА. Бескомпромиссная борьба за медали здесь традиционно, а вот правила на этот раз новые. «Решающая партия заканчивается при счете в 7. Не 11, а 7. То есть в решающей партии достаточно набрать 7 очков, чтобы выиграть всю встречу. И еще одно нововведение – это волонтеры помогают нам работать с большим количеством мячей, чтобы сэкономить время просто. И встреча проходит более динамично, и заканчивается соревнование, не затягиваясь допоздна. Сегодня завершились полуфиналы, завтра же состоится встреча за третье место. Фестиваль «Аэросочи» стартовал сегодня в Олимпийской Адлер-арене. Соревнования по спортивной аэробике собрали спортсменов из 15 регионов России. Гибкость, силу и выносливость демонстрируют и воспитанники единственного на курорте отделения спортивной аэробики, расскажет Инга Габешия. Спортивная аэробика – молодой, но уже довольно популярный вид спорта. Это один из пяти видов гимнастики и стоит в одном ряду со спортивной, художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте. Российские спортсмены ежегодно принимают участие в чемпионатах мира и неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки. Сегодня же в Сочи стартовал не только фестиваль «Аэросочи», но и открытое первенство курорта по спортивной аэробике. 15 регионов страны отправили в Олимпийскую столицу лучших спортсменов. А это и Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Все дети жаждут здесь выступать на Олимпийской арене. Они счастливы, очень многие маленькие просто в восторге, потому что это запомнится им на всю жизнь. Олимпийский дух тут присутствует. Для них это просто карточка, входной билет в спорт. В прошлом году сочинский фестиваль был пилотным, теперь же станет ежегодным. В борьбу на этот раз вступили и юные сочинцы. Отделение этого вида спорта на курорте лишь одно, и работает оно на базе Адлерской спортшколы номер 10. Спортивной аэробикой там занимается порядка 70 человек. Здесь же ребята участвуют во всех номинациях, и даже в категории 6-8 лет. Таких же малышей в группу собрали лишь в Севастополе. В целом сочинская команда состоит из 32 спортсменов. Мы не выступаем для кого-то, мы выступаем для своего же блага и для своих целей в будущем. Просто выйдем, покажем, на что мы способны, а там уже будет видно. Займем, не займем, будем рады, если что-то, какое-то место получим. Мы команда, мы друг друга чувствуем и верим в себя. И верим друг в друга. Самое главное – не ссориться. Пытаемся друг друга поддерживать во всем. Сочинские спортсмены пока не лидируют, но со многими регионами конкурируют на равных. При оценке программы, которая длится полторы минуты, судьи, в том числе международного уровня, учитывают искусство движений, в которых проявляется сила, выносливость, гибкость, а также артистичность исполнения и сложность программы. В целом же спортивная аэробика – это эмоциональный вид спорта. Кто справился с заданием лучше, станет известно уже завтра. Ну а в следующем году в Сочи планируют провести уже чемпионат и первенство России по спортивной аэробике. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok